всем привет меня зовут настя и вы находитесь на канале посвященном вязанию и теплым вещам созданным своими руками сегодня суббота я начинаю запись очередного вязального влога два дня ничего не записывала последний влог вышел в среду и были всякие домашние дела сижу сейчас в своем новом сарафанчике с вышитым фотоаппаратом который я вам показывала не так давно и наконец пришло время для его выгуливания сегодня ходила в нем гулять на улицу давайте поговорим об успехах в вязании в прошлом влоге я вам показывала что я начала вязать кардиган из буретного шелка прогресс вроде есть но не знаю насколько он сильно виден я почти почти довязала вторую деталь мне осталось буквально два сантиметра все в маркерах и по марке можно заметить что я не очень сильно успеваю продвигаться но и хотя и стараюсь просто потому что всевозможных дел по творчеству и по дому сейчас очень и очень много полотно довольно тяжелый уже бобина с пряжей немножко похудела но не сильно думаю что будет очень приличный остаток сегодня как раз видела что мне кто-то из подписчиков в комментариях написал что вязать буретный шелк ужасно неприятно но носить можно будет даже в самые жаркие дни проверим надеюсь что это произойдет скоро мне осталось связать вот пару сантиметров второй детали приступить к третьей стрите я в прошлый раз справилась быстро посмотрим как будет на этот раз и останется связать вот такие маленькие рукавчики и все соединить ну я планирую по крайней мере завершить этот процесс в течение этого влога но как и получится пока не знаю ну давайте немножко расскажу чем же я тут занимаюсь у меня все еще в гостях родители и продолжается преображение дома я когда-то давно и кстати говоря не показывала по моему никогда прицельно кухонный гарнитур на кухне он изначально когда мы купили квартиру был в квартире он огромный и был черно-красного цвета такая даже давящая на тебя гора у нас довольно высокие потолки и кухонные шкафы доставали почти до самого верха это ужасно неудобно все такое огромное и таких не 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 красивых нелюбимых моих цветов и часть шкафчиков мы перекрашивали с мужем меловой краской где-то года полтора назад но родители приехали мама предложила нижнюю часть ящиков которые стоячий тоже перекрасить дверцы и вот он перекрашивает ящики я честно говоря особо в этом даже не участвую но и параллельно папа занимается всякими делами столько преображений прекрасных доме я не нарадуюсь во-первых приводит папа в порядок кресла во вторых как-то давно из угдите из нашего дома мы привезли старое зеркало сняли его с какой-то мебели и сделали это специально чтобы потом когда приедут мои родители у меня в коридоре наконец-то появилось зеркало в которое можно будет смотреться в целом пол в в по весь рост и мы просто пошли в цех где занимаются деревом где распиливают и продают доски и нам по размерам зеркало выпилили доски папа смастерил раму для для зеркала ее покрыл покрытием и теперь в коридоре есть зеркало так что преображение одно за другим происходит но еще много всяких вещей по мелочам появилась так что работа кипит и скоро я надеюсь что вам приступит еще к тому же к шитью красивейший юбки для меня из ткани которые вам показывал несколько влогов назад я купила английскую ткань в секонд-хенде новую абсолютно очень красивым принтом а на заднем фоне висит новое приобретение хотела с вами поделиться такой красоты вчера с мамой нашли просто невероятный я решила что пусть пока заднем фоне вот эта штука будет это салфетка из льна с набивным рисунком на котором написано обозначение всех свадеб это юбилейная салфетка здесь написано что первое свое первый юбилей это бумажная свадьба ну и так далее все очень красиво это такой сэмплер похоже на те которые вышивальщицы делают вот это набивной рисунок на мне причем вот эта штука была даже с оригинальной этикеткой то есть это не старая вещь и никто никогда не пользовался и фабрика которая выпустила вот эту салфетку это английская фабрика под патронажем его величество края ее величество королевы представляете какая красотища я никак пока не решу где ее приспособить я ее хочу повесить пусть она висит красиво мне кажется она прекрасно смотрелась бы на моем балконе ну вот теперь надо там дырки какие-то в стене проделать чтобы ее прям вот так на этой вешалке наверное и повесить ну и еще там же мы купили несколько очень классных текстильных всяких салфеток которым я думаю что я тоже в скором времени найду применение тоже вам покажу вдруг вам это интересно думаю что ткани тоже любят все смотреть ой вот очень плотную из хлопка салфеточку здесь всякие птицы она тоже абсолютно новая с бирочками совсем какой-то эксклюзивной фабрики английской и я уже подумываю что когда я буду шить чехол на спицы он будет из этой ткани потому что она очень просто прочная но и посмотрите какая красивая так что я прям вчера в таком восторге была от покупок и это еще не все покажу наверное все что купила еще купили такие такую салфетку на которой написано что это museum selection и на ней изображены всевозможные цветы очень красивые с надписями и ну просто потрясающе очень красиво думаю что ее можно было бы даже в парик вот этой повесить на балкон очень красиво цветовое сочетание но посмотрите просто прекрасные салфетки и это тоже не все и еще мы купили небольшую скатерть из хлопка рисунком двусторонним с одной стороны вот такой вот а с другой стороны более более цветной тоже тоже очень красиво мне кажется будет выглядеть в каких-нибудь проектных мешочках или каких-то в корзинках текстильных мне хочется очень шить и думаю что такие запасы лоскутов точно мне не помешают вот такие вот были покупки и на этом наверное на сегодня все я сегодня хочу ударно по вязать думаю что мы сегодня уже никуда из дома не будем выходить поэтому самое время продолжить вязание и после приступить к какому-нибудь новому интересному проекту ну и на этом у меня на сегодня все увидимся с вами надеюсь что завтра у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друзья! Сегодня воскресенье, и у меня отличные результаты вчерашнего вечера. Я довязала третью деталь. И теперь все, что мне осталось, связать небольшие рукавчики и соединить все детали между собой. Что получается, пока, честно говоря, не очень понятно. Сейчас же полотно выглядит вот так. Вот так. Вот такое вот большое. Что касаемо размера, когда складываешь детали, вот они вот так вот соединятся будут, и между ними будут рукавчики. Получается очень сильно спущенное плечо. Не знаю, возможно, понадобятся какие-то пуговицы или застежки, что-то. Есть вероятность, что будет нужно. Пока это очень тяжелое и такое тактино не очень приятное полотно. Надеюсь, что после стирки оно как-то преобразится. Ну вот, практически, практически все готово. Останется вот тут вот сшить. И будут вот такие вот примерно рукавчики. Мне кажется, что до середины локтя получится. Ну и вот так вот это выглядит все сбоку. Не могу сказать, получилось, как оно получилось, что получилось, пока мне даже самой не очень понятно. Ну и ясно, но посмотрим на готовый результат. Я думаю, что это будет уже в ближайшее время. Я хорошо вчера поработала, но с рукавами я думаю, что я вообще быстро справлюсь. И, быть может, завтра я доделаю все. Но посмотрим. Возможно, еще за что-нибудь примусь. Завтра, наверное, мама будет кроить юбку. Ну а я из остатков буду кроить косметичку и пытаться ее стягать. Должна начать это, пока родители еще здесь. Осталось совсем немного времени, но что поделать. Мы сегодня погуляли по центру города, сходили на блошинный рынок, на наш центральный. Поужасались с ценами вместе. Моя мама была просто в шоке и сказала, что это уже необратимо. Наверное, на рынке уже не будут снижать цены, но цены просто базнословные. Такие вот дела. Зато в городе все цветет. Зацвели деревья ткемали, это слива розовым, ярко-розовым цветом. И потихоньку начинает цвести глициния. Мне кажется, это самое красивое из всего, что есть. Мне они очень нравятся. Моя глициния на балконе в этом году решила, что она пока не готова цвести. Что она слишком маленькая. Ну, посмотрим. Будем следить за ходом событий еще несколько лет. Возможно, когда-то и у меня весь балкон будет в цветах. Возможно ли это? Да, возможно. Сегодня проезжая мимо одного дома в районе, где работает мой муж, там на одном балконе очень много растений. И я видела, что глициния как раз-таки сейчас светет. Так что держим кулачки. Надеюсь, что когда-нибудь и моя созреет. Такие вот новости на сегодняшний день. Я пойду заниматься делами. И мы с вами уже увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сегодня вторник. Я вчера что-то не смогла заснять фрагмент для видео. У меня еще было много разных дел. А сегодня у меня уже есть готовая работа. Я закончила вязать кардиганчик. Вот так вот он интересно выглядит. Маленькие рукавчики. Пока в итоге проводил, надеюсь, что он немножко потянется. Потому что он какой-то немножко странный получился. Но все по описанию. И размер у меня S. Я пока его даже не взвесила. Так что сейчас досниму фрагмент для видео. И пойду его стирать. Стирать буду в холодной воде. И надеюсь, он немножко вытянется вниз. Что могу сказать? Ну, его можно действительно двумя способами надевать. И тогда он будет по-разному выглядеть. Но вот этот вот таким образом со спущенным, сильно спущенным плечом. Он более-менее выглядит. Он оверсайз и укороченный. Пока больше, наверное, нечем рассказать. Немножко поподробнее расскажу о нем в видео в рамках совместного проекта «Шелковый путь». Осталось пряжи очень и очень много. Пока не знаю, для чего ее приспособить. Но с работой с этой я справилась. Если бы я, конечно, не занималась параллельно очень многими разными делами, то это было бы все намного быстрее. Такие вот дела. Я сейчас сижу в новой зоне. Это мой вязальный уголок. У меня отреставрировано кресло. Я на нем сижу. Прекрасно, очень удобно. Здесь есть еще торшер. Ну и с той стороны у меня находится телевизор. Так что можно сидеть, вязать и смотреть фильмы или сериалы. Что еще вам рассказать интересного? В доме очень много разных преображений. Преобразилась и кухня. И балконы оба преобразились. Мама сегодня утром повесила там вот эти вот такие панно, которые я вам показывала. Ткани вы решили. Я решила, что отличное место для них именно там. На балконе, рядом с которым я сейчас сижу, туда не приходит много света. Поэтому ткань не должна выцвести. И будет красиво все в цветах. И с панно, на которых тоже много цветов, они такие в винтажном стиле. Мне кажется, что для этого балкона очень подходит. Забыла показать. Сейчас принесу, что же мне мама еще сшить успела. Подписана меня давно. Возможно, вспомнит сейчас. Я когда-то показывала, что купила на винтажном блошином рынке ткань. Вот такую вот симпатичную. Думала, что это стопроцентный шок. Но нет. Мы ее поджигали. Она странная. Она вроде горит как натуральный материал. Но видно, что там есть примесь какая-то. Не знаем чего. Так вот, мама вчера, взяв мои шелковые пижамные штаны, в которых я хожу в городе летом, и по ним скроила и сшила мне еще одни шароварщики. Такие очень-очень стильно выглядят. Они будут длинные, широкие, невесомые. И они меня будут спасать в наши очень жаркие дни. И сшито штаны на резинке. То есть они просто невероятно комфортные, легкие, даже с каким-то эффектом холодка. Так что ткань нашла свое применение. Не зря я ее покупала. Но я так и хотела, чтобы я покупала тогда ткань для того, чтобы сшить либо что-то домашнее, либо вот действительно какие-то такие очень легкие летние штаны. И теперь у меня есть штаны. Ну и сейчас мама в процессе шьет мне очень красивую юбку. Ткани осталось много. Так что если у меня сегодня получится, то я попробую раскроить косметичку, которую я все еще хочу и планирую сшить. Ну и в планах по вязанию сегодня я обещала своей подружке, что я свяжу ей ремень из рафии, купила пряжку. Ну и сегодня думаю, что я быстро справлюсь с этой задачей, потому что, ну, хочется человеку приятно, конечно, сделать. Будет один из сувениров для нее от меня. Так что я пошла заниматься делами. Ну а мы с вами увидимся уже завтра. Ну а мой вязальный уголок теперь выглядит вот таким вот образом. Светильник, кстати, напольно этот папа чинил. Он был куплен с каким-то дефектом, и у него распадались ножки, и он их наконец-то закрепил. Ну и вот так вот выглядит кресло. Здесь есть такая подушка для спины. Я специально попросила так сделать. Ну и вот такого вот интересного цвета кресло. И здесь стоит моя пряжа на новом столике, и лежит коврик, который я вязала крючком. Вот такое вот получилось рабочее место. В коридоре тоже есть свои изменения. Здесь появилась в углу вот такая вот вешалка для сумок. Это кусок старого деревянного наличника и стеклянная дверная ручка. Теперь на этой вешалке висят мои вязаные сумки. И вот так вот выглядит уголок, а внизу стоит корзина, которую надо, конечно, еще прибрать. Там слишком много шарфов, по-моему, есть какие-то зимние вещи, но и авоськи мои лежат. Уголок в коридоре выглядит теперь вот так. Вот эти деревянные рыбы тоже преобразились. Раньше у них подвесы были видны, такие железные. Теперь мама тоже с папой их переделали, и теперь рыба выглядит вот так. Ну, а флажочки с Нового года все еще висят. Я почему-то решила, что не буду их снимать вообще пока. Ну, а еще преобразились кухонные шкафы, которые раньше были глянцевые и черные, и на них были видны все пятна. Теперь они выглядят вот так. Это меловая краска, которую мама делала сама, и покрыта все это акриловым лаком. Так что все манипуляции были особо незаметны в плане запаха. Ничего не пахло, и акриловая краска сохнет очень быстро. А вот эти вот ящички мы красили с мужем уже довольно давно, и теперь вся кухня выглядит вот так. А еще папа соорудил зеркало из досок и старого зеркала, так что теперь можно смотреться в полный рост, стоя в коридоре. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сижу у нас сегодня очень и очень прохладно что еще произошло интересного сегодня я утром отвезла родителей рано рано в аэропорт но вчера ближе к ночи мне написал моя знакомая девочка не зовут юля она живет тоже в тбилиси и она раньше вязала многое изделий крючком вязала на заказ игрушки вязала сумки всевозможные из рафии из других природных материалов и вчера нам пишет настя я буду возле тебя не могла бы ты со мной пересечься на пять минут мне надо тебе кое-что передать и что вы думаете юля принесла мне подарок сейчас юля делает корзины из жута шьет она их на машине они очень плотные очень такие добротные классные юля мне в подарок принесла две корзиночки здесь еще кожаные бирочки есть красота невозможная я никак не придумаю куда куда на какое видно место их расположить и что в них сложить так что если у вас есть идеи куда бы мне их поставить дайте мне знать но вот я подумываю может быть в ванной сложить всякие косметические средства потому что ванное место такой в котором мы тоже бываем очень часто и они выглядели бы там здорово ну а в корзинке лежит рафия которую я вам уже показывал китайской рафи и я решила что следующим проектом на крючке будет сумочка из рафии с лимонами про которую я вам уже рассказывал мне кажется что самое время уже начинать вязать что-то летнее ну и мне не хочется честно говоря вязать какие-то большие проекты кстати говоря кардиганы из шелка высоко я даже его не успеваю примерить надеюсь что смогу сделать это сегодня тогда вам продемонстрирую юбку сразу кардиганы все вместе и потом уже в видео подпишу расход и все 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 данные по кардигану так что хочу попробовать начать работать с новой рафии буду подсматривать на паттерн от мол и милс благо в жаккарде крючком очень хорошо видны петли поэтому я просто смогу по аналогии вязать и у нее лимоны на белом фоне у меня будут на светло-голубом но почему бы нет на самом деле вот такое световое сочетание во первых я очень люблю желтый цвет у меня много желтой одежды и безумно люблю сочетание голубого желтого для меня это чистая весна у меня много голубых рубашек и я всегда сочетаю их с чем-то желтым мне кажется что это классное сочетание ну и пора приступать к проекту сегодня как появится немножко силы я буду приступать к нему просто пока еще в полусонном состоянии давненько я не вставала в пол шестого утра и я до сих пор какая-то квела на часах пол третьего дня так и вот новости на сегодняшний день я вам сейчас еще наверное покажу немножко балкон как он преобразился у меня тут много чего поменялось надеюсь вам будет интересно ну и еще в планах конечно дальше облагораживать и балкон и квартиру в целом подумав вы не заказать ли какие-то деревянные кашпо под цветы и чтобы было все вообще такое очень очень уютное пока пластиковые горшки стоят но там предстоит вырасти пеларгоне в сильно они дадут в рост я думаю в ближайшее время так что будет еще очень и очень красиво но на этом наверное у меня все я пошла заниматься всякими домашними делами и потихонечку приступать к новому проекту но вот так вот выглядит сейчас один из уголочков балкона это балкон на котором я периодически летом сижу и здесь есть шкафы за которыми скрываются всякие баночки с вареньем и елочные игрушки и теперь с этой стороны будет еще стоять стол со стульями раньше на этом месте стояла кресло складное но его пришлось унести на другой балкон по причине того что у нас появились потолочные потолочные сушилки я теперь не буду сушить белье как сушат в грузии на улице а вот у меня все теперь будет вот так аккуратно но с другой стороны на стене висит тоже панно вот так вот оформили его очень классно выглядит но и вот так вот выглядит сушилка на ней сейчас сушится белье угол еще не завершён здесь пока бытуют посевы огурцов но они прям уже такие жирные стали за несколько дней с ума сойти но посмотрим может быть они тут и останутся стоять еще второй стульчик стоит и пеларгони потихонечку начинают подрастать на подоконнике я думаю что если они не сильно вымахать в принципе можно было бы здесь их так и приспособить вот такие вот преобразование на балконе случились цветов просто тьма все хорошо и я надеюсь что расти они будут хорошо и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И расскажу вам о вчерашних неудачах с Рафи Я вчера начала вязать сумку Думала, может быть, связать ее круглую Связать торбочку Набирала петли для дна Сначала набирала столбиками без накида Потом столбиками с накидами Не понравилось Эта Рафи очень пластичная И она не держит форму Дело в том, что, наверное, она больше приспособлена Для вязания шляп И головных уборов Я не могу сказать об этом однозначно Потому что Я сильно не углублялась в вопрос Работы Именно с этой Рафи Потому что не знала, получится у меня когда-то Поработать с ней или нет И после я еще пробовала связать прямоугольник Набирала много петель Мало петель Опять все не понравилось Я перевязывала за вечер, наверное, раз 5 или 6 дном В итоге утром все распустила И набрала заново На вот такую вот продолговатую форму Набрала И просто сделала несколько прибавок по кругу И перешла сразу на высоту Ну, надеюсь, что вот этого вот будет достаточно Будет такая не очень большая сумочка По расходу пока не поняла Насколько хватит Но буду вязать, насколько хватит Скорее всего, ручки, наверное, нужно будет делать у сумки кожаные Их у меня пока нет Ну, или, возможно, это будет просто небольшая сумка на мон И все будет зависеть от расхода Вообще, в работе Рафи очень приятно Она напоминает Рафи от Кати И Рафи от Хамонак Она, наверное, тоже напоминает Хотя я с ней работала очень и очень давно И один раз всего лишь Я посмотрела на косметичку или сумочку от Мола Миллс Не знаю вообще, есть ли паттерн к этому жаккарду Я даже как-то никогда не смотрела, есть ли она на Райвелре или нет Я знаю, что у нее выходило много разных книг по вязанию жаккарды крючком Они очень классные, очень объемные, вдохновляющие Я просто имела возможность один раз ее в электронном виде полистать книгу Ну и все Когда-нибудь, наверное, я все-таки разорюсь и куплю ее Потому что они какие-то очень и очень дорогие И они не переводились на русский язык Я рассчитала жаккард, чтобы у меня с каждой стороны было два лимона И вот потихоньку приступила к вязанию Получится или нет, я думаю, что мы уже с вами узнаем в следующем влоге Но сочетание цвета очень классное, взрывное, яркое Если не хватит на сумку, то будет какой-то пляжный мешочек Всегда можно сшить внутрь чехол на завязочках или как-то так Ну, форму хотела круглую, но никак не поддалась мне эта рафия По поводу крючка вязала я крючком номер 2,5 Если вы работали с подобной рафией или с рафией Эспи Скажите, каким номером крючка вы вяжете из этой рафии Мне будет интересно, ну и какие аксессуары вы из нее вязали Вот такие вот дела на сегодняшний день Сегодня буду с удовольствием продолжать это изделие Ну и хотела напомнить, что в мае мы с вами будем вязать щенка по описанию Клэр Гарланд Я надеюсь, что все те, кто написал мне о том, что хотели бы поучаствовать в совместнике Что у всех уже есть на руках описание Ну и как минимум заказы на пряже Когда же мы начнем? Честно говоря, конкретную дату я, наверное, буду знать немножко позже Дело в том, что у нас сейчас непонятно, в каком режиме будет проходить в стране Пасха И пока анонсировали, что у нас будет нерабочих аж 12 дней в мае Если у мужа они будут на работе также нерабочими, а выходными днями То мы наверняка куда-нибудь поедем за город, если это можно будет сделать Поэтому пока не говорю конкретную дату, но, как и обещала, это будет май Так что прошу меня понять и простить Но когда появляется возможность выбраться куда-то хотя бы за город Сейчас в эти трудные времена нужно ей пользоваться Потому что неизвестно, что будет дальше Так что такие вот новости касаемо совместника по вязанию Вот такие вот новости на конец этой недели Она была очень плодотворная, интересная, творческая И, конечно, это благодаря моим родителям Очень много чего преобразилось в доме Ну и я успела что-то связать и что-то сделать своими руками Я надеюсь, что вам понравился этот влог Я надеюсь, что вы нашли в этом видео что-то вдохновляющее для себя Если это так, поставьте этому видео лайк Пишите комментарии, всегда с радостью с вами там пообщаюсь Подписывайтесь на канал, если не подписаны Всегда буду рада увидеться с вами снова Ну и я вам желаю просто хорошего настроения Увидимся мы с вами уже совсем-совсем скоро До новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok